В посёлке Дарасун Карымского района благодаря реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» продолжается реконструкция аварийного путепровода над железнодорожными путями Транссиба. Накануне на объекте провели сложнейшую технологическую операцию – демонтаж основного и самого длинного пролёта моста, расположенного над железной дорогой. В этом случае обычный подъёмный кран не подойдёт. Вес конструкции несколько десятков тонн. Справиться с этой задачей может только специализированная техника. Для этого потребовался мощный железнодорожный строительный поезд и более чем пятичасовое окно в движении по Транссибу. На это время электросеть магистрали рядом с мостом была полностью обесточена. «Сегодня у нас второй этап окна, происходит демонтаж пролётного строения. Уже второе окно. Первое окно у нас проходило 19 октября. Значит, было снятие верхней части арочного пролёта. Планируем снять главные балки. Мы забетонировали первую опору, вторую опору. Значит, в дальнейшем будет у нас ещё в этом году происходить бетонирование третьей опоры. Значит, после демонтажа главных балок у нас будет разборка временных опор и установка двух регелей. Это первая опора и вторая опора». Автомобильный мост через железную дорогу на станции Дарасун ремонта ждал более 20 лет. Но большую часть времени дорожникам приходилось просто латать дыры. Стоимость работ по замене конструкции для районного и краевого бюджета была неподъёмной. 530 миллионов рублей – вот цена безопасности. В этом году все необходимые на ремонт средства краю удалось получить благодаря национальному проекту. Сейчас посёлок с населением около 7 тысяч человек фактически разделён на две части, так как аварийным был признан не только путепровод над железнодорожными путями, но и мост через реку Ингада. Обоим объектам в этом году исполнится 80 лет. В сентябре также заключён конфликт. тракт на реконструкцию моста. На ближайшие два года жителей Дарасуна ждут временные трудности, но ради этого они готовы потерпеть. «Сейчас, конечно, неудобство это у нас, особенно вот на этом железнодорожном мост. Он сузили его совсем, односторонний он был. На три части, простите, Дарасуна. То речка, то и тот мост тоже в аварийном состоянии. И в 30-м году строились». Срок ввода в эксплуатацию путепровода – октябрь 2021 года. Годом спустя откроют и мост. Анна Хвостова, Анатолий Тюльнев. Время новостей.